эта порода меня на самом деле ну так сказать влюбила в себя потому что до этого момента были американские стафаширские терьеры вот влюбила тем что во первых он очень умный то есть очень умный во вторых он чувствует все ну то есть чувствует твое состояние чувствует твое отношение и где-то даже ему не надо говорить что-то чтобы он что-то понял вот но соответственно я бы сказал больше образ кота изначально вообще собаку лучше всего выбирать щенячьего возраста но соответственно когда выбирать смотрите на щенков важно чтобы поведение щенка вас устраивало он как бы среди десятерых щеночков был очень интересным особенным и он один из тех кто подбегал и ну к нам и сидел рядом с нами характер я скажу такое что но эти собаки они очень своеобразным они очень послушны но это не вопрос самой собаки это больше наверное вопрос воспитания собаки и работы над собакой вот поэтому любая собака требует внимания любая собака требует воспитания и от этого будет зависеть уже вопрос собака послушная даётся тренировкам пес именно тогда когда он у него очень хорошо развит интеллект но канекорс сами по себе собаки это рабочие собаки их используют в полиции поэтому соответственно перспектива генетическая в том что из него можно воспитать очень дрессированного послушного пса то но очень хорошая соответственно в любом случае нет такого понимания что собака легко дрессируется ну или ну как бы поддается дрессировке это работа на самом деле и насколько четко и регулярно вы будете работать собакой настолько четко и преданно она будет вам вас слушаться и исполнять ваши команды ну если вы говорите что собака настолько сильно тянет то естественно собака которая весит 60 килограмм она может запросто утащить хозяина там если ее что-то ну там заинтересует или какой-то внешний раздражитель вот соответственно покупали шлейку но я понимал что шлейкой как бы сложно удержать покупали ошейник я понимал что с ошейником также очень сложно такую тушу удержать если он куда-то стремительно будет рваться поэтому мы много то есть я много размышлял над этим и думал как же придумать такой намордник или ошейник который сможет контролировать собаку без каких-то ну сильных усилий что потому что собака сильная мощная вот и поэтому мы разработали собственные собственную технологию намордника под личным брендом кстати названием под брендом соломон вот честь и это этой собаки вот кстати можете это обязательно посмотреть в ссылке прочитать ознакомиться с ним мы об этом говорим ну как ни странно агрессия наверное с детства вопрос каждой собаки например агрессия проявляется по-разному если собака чего-то боится и о чем-то переживает естественно может защищаться соответственно что нужно сделать для того чтобы у такой серьезной большой собаки этой агрессии не было самого малого возраста синячего возраста важно чтобы собака могла адаптироваться то есть реабилитироваться в среде как с людьми так и с другими собаками естественно очень важно чтобы ассоциация или в памяти у собаки отложилась только доброе поэтому старайтесь чтобы не ко всем собакам подходить а именно дружелюбным без агрессии даже взрослым собакам чтобы они могли играться и у тогда у собаки прививается такое ну реабилитируется собака адаптируется и она уже понимает что собака не несет опасности естественно она не будет проявлять агрессию чем раньше вы начнете над этим работать социализировать есть такое слово собаку тем меньше вы увидите агрессии а вот естественно если на ней на него проявляет агрессию он как бы может ответить ну вот и защитить защитить себя только в этой ситуации а так в принципе он бесконфликтно решает ситуацию и даже злостных собак обходит стороной ему как бы его это так не так сильно волнует но при этом это собака охранная она очень серьезно защищает свою территорию то есть на улице он может себя вести как кошка позволить гладить даже дергать детей как бы до его там за уши за щечки вот но в квартире а вот там где его территория где его охраняемая зона он ну очень серьезно защищает свою территорию поэтому чужак зайти в квартиру без хозяина в принципе вот по сути он такой лежебока любит поспать ну и все собаки вообще любят поспать но эта собака нет не такая активная вот но в нужный момент он может сделать то что не сможет никто другой обязательно нужно гулять не менее я например гуляю с ним не менее четырех километров в день чтобы собака выливала всю свою энергию потому что если собака не вылит энергии то она будет ее выливать в другое в другом формате начиная с агрессии заканчивая там ломанием в квартире все и вся я бы сказал минимальный единственное единственное что в этой минусом этой породы является я думаю это как бы он линяет к сожалению не знаю лет то есть все собаки на самом деле линяет но он линяет особенно и второй момент его минус наверное это его слюни он очень слюнявый пес эта порода очень любит своего хозяина очень верна и предана хозяина поэтому как бы да и в принципе я думаю что любая собака имеет преданность огромную своему хозяину я думаю что есть чему поучиться у них у наших собрать зависит от вкуса и желания вот но для этой собаки например в моем понимании содержания ну как сказать минимум я не знаю наверно 10 тысяч в месяц если вы готовы потратить то вперед как член семьи из всех собак которые были в моем опыте это одна из тех пород которые меня в себя влюбила в общем вот так